И всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаский, и мы продолжаем нашу галактическую эпопею в Слайм Рэнджер. Всех предыдущих галактических слаймов ты можешь посмотреть, если обратишься к предыдущему видео. Я их, пожалуй, даже вкратце покажу, но обзор на них, конечно же, находится во предыдущих видосах. Поэтому можешь поставить на паузу прямо сейчас и заценить, собственно говоря, что там происходит. Кстати, здесь у меня капец всё бакует по ходу дела. Матёрый слайм, а именно слайм материя, недовольный здесь сидит. Слайм автомата, наш робо-слайм, который пожирает молодость у живых существ. И хронослайм, умеющий телепортироваться в прошлое. На данный момент это три наших галактических слайма, ну а мы идём за предпоследним четвёртым. Ставь лайк и подписывайся на канал, если хочешь увидеть, конечно же, как можно скорее. Кстати, я думаю, что телепортом воспользуюсь. Следующий видос, чем больше лайков, тем быстрее выходит следующее видео. Ну и не забывай, что есть видосы по другим играм. По плэнс версии зомби зомби зомби, например. Обязательно зацени. Такс, ну чё? А давайте, наверное, даже так добежим, потому что по дороге, возможно, найдём себе ещё матёрых слаймов, а может быть даже обычных слаймов оборотней, тоже в тему. Ну, а сейчас мы отправляемся в Машистый Пакон. Именно там будет находиться следующий галактический слайм. Именно там он приземлился, так сказать. И именно там, я надеюсь, что мы его найдём. Останется потом по итогу всего лишь один ещё. Я думаю, что им я тоже займусь. Опять же, особенно если будет много лайков, я с удовольствием сделаю это максимально быстро. Ну, а на данный момент меня интересует именно это. Кстати, я вот так смотрю, мы никого особо-то и не нашли полезного. Ладно, ладно, ничего страшного. Отправляемся в Машистый Покров. И ждать нас здесь должен. Какой слайм? Не знаю какой. Ой, знаю его механику, но внешний вид вообще не в курсах. Вот, на самом деле, этот мод, конечно, очень примечателен тем, что здесь внешний вид у слаймов просто нереальный. В некоторых ситуациях он даже лучше, чем оригинальные дизайны слаймов, на мой взгляд. Поэтому это, конечно, мега эпик. Мне безумно сильно нравится. И я надеюсь, что мы с вами быстренько найдём новенького слайма. Такс! Ох, это получилось очень быстро, смотрите. Блин, интересно, это уши или это какой-то гребешок, как у динозавра? Блин, прикольно выглядит. Блин, эмпатичный слайм. Слайм-эмоция, можно сказать. Давайте прочитаем про него. У него есть эмпатия, но не симпатия. Еды нет, любимый, еды нет. Слаймы вокруг него как бы мимикрируют под его настроение. Можно даже подумать, как будто бы он контролирует их разум. Это привело к тому, что многие исследователи думают, что он вырабатывает какую-то форму телепатии, которая позволяет ему заставлять слаймов эмпати... Ну, короче, чувствовать те же эмоции, что и он. Слайм не предоставляют плорты. И так как ему не нужна еда, всё равно его настроение влияет на рядом находящихся слаймов. Если он счастлив, они будут тоже счастливы. Если он будет разозлён, то другие слаймы будут тоже. И это, честно говоря, звучит офигенно. То есть, мы можем по большому счёту... Блин, интересно, а на какой рейндж работает его вот эта способность? Мы можем посадить его в загон и кормить только его. И в таком случае, даже если мы всех остальных слаймов кормить не будем, они, конечно, не будут давать плорты, но они не будут беситься. То есть, им как бы будет норм, они будут просто сидеть и как бы кайфовать с того, что происходит. Слушайте, это прям эпик реально. Это прям реально эпик. Надо просто понять, на какой рейндж работает его способность. То есть, если я его посажу рядом, будет ли он влиять на несколько загонов, или он работает только на тот загон, в котором сам как бы сидит. Это, кстати, реально очень любопытно. И я надеюсь, что рейндж у него хороший. Блин, ну реально надо будет... А, стоп, а чё он ест-то? Подожди, он же ничего не ест. Погоди, чё-то я не понял. А как мне тогда его радовать? Чем мне его нужно радовать? Вопрос. Погоди, реально, он же ничего не ест. Хорошее настроение. Счастливый. Чё-то я не понял. Так, ладно. Плохое настроение понятно. Если рядом находится вар, например. Ещё от чего может быть плохое настроение? Это, в принципе, больше ни от чего. Слаймы не любят только варов и любят кушать. Но... Кстати, ещё один. Но если он не любит кушать, то, соответственно, он всегда счастлив, только если вары рядом не проявляются. Но это же имба тогда получается, разве нет? То есть он всегда будет счастливый, он всегда будет давать счастье остальным слаймам. И это, да, звучит как имба. Хм, нет, я думаю, что всё-таки должно быть что-то, наверное, по-другому. Так, давайте я ещё вон туда вот сбегаю. Может быть, как-то его всё-таки можно кормить? Потому что иначе я реально не понимаю, в чём смысл этого слайма. Но его рожки довольно-таки прикольно смотрятся, это точно. Так, давайте я сначала сюда сбегаю, а потом побежим уже к телепорту и будем уже экспериментировать. Тем более, что нам надо сделать из него ещё ларга, поэтому я думаю, что этим мы тоже с вами займёмся. Блин, обидно, что, по-моему, пока что ни у одного галактического слайма нет плортов. Если честно, вот это немножко досадно, потому что, конечно, прикольно, когда новые плорты, которые можно продавать, за которые можно получать денежки. Несмотря на то, что деньги в этом мире вообще уже не нужны нисколечко, тем не менее прикольно, когда их много. Ладно, судя по всему, это пока что всё, но мне, в общем-то, три слайма должно хватить более чем. Поэтому отправляемся обратно, наверное, куда? Блин, вот, кстати, эксперимент этот ним лучше ставить, мне кажется, что... Обычно я в лаборатории их ставлю. Ну, давайте попробуем вот сюда, вот, допустим. Кстати, вот у меня здесь все недовольные, да? Так. Так. Но они всё ещё недовольные. Он при этом доволен. Он при этом доволен, он счастливый. А, нет, стопа. Нет, вот доволен вроде. Что-то пойму. Да, вроде бы он более чем счастлив. А эти почему тогда несчастливы? Может быть, на ларга не работает? Может, влияет только на других слаймов, как вариант? Но, насколько я вижу, вот они как были все, так сказать, угрюмые. Так и остались. Ладно, у меня есть закон со слаймами. Давайте посмотрим тогда. Вот сюда сбегаем. Здесь у меня тоже есть, как бы, такой закончик. И здесь тоже недовольные голодные слаймы. Ну-ка, здесь. Так. Прыгают, конечно, бесятся, но... Они все к нему прыгнули? О, кстати, вот этот стал... Нет, он тоже недовольный. Слушайте, что-то я не очень понимаю, в чем смысл этого слайма. Потому что, насколько я, по крайней мере, вижу, он вообще ни на что не влияет. Честно говоря, они как были несчастливы, так и есть. И самая большая проблема заключается в том, что, ну, как бы, он, по сути... Ему нельзя покормить. Нельзя покормить, поэтому я не понимаю, как это вообще может на что-либо повлиять. Вот в чем проблема. Единственное, что мы можем попробовать сделать, это еще попытаться его испугать. Блин, ну, я не понимаю, он же должен быть счастливый. Ну, давайте попробуем сюда его посадить. Вот трех... А! Стоп, почему эти счастливы, остальные нет? Два счастливых, да? Да, вот два счастливых. А! Стоп, как это работает? Я не понимаю. Они как-то что-то делают или нет? Звук какой-то есть, но, по-моему, это не звук какой-то магии. Да нет, они все равно все нечастливы. Вот это счастливый, это счастливый. Этот счастливый. Этот счастливый. Так, они что, превращают их по чуть-чуть в счастливых или что? Смотри, они реально все стали счастливы. Офигеть! Жесть! То есть, видимо, надо на нескольких слаймов нужно больше... Так, погоди, 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 погоди. Видом их. Да. Может быть, и здесь это сработает? Может быть, их надо просто реально больше, чтобы они как-то могли повлиять? Ну, вот, например, три слайма посмогут повлиять на целый загон ларга или нет? Офигеть! Ну, там... Эти реально все счастливы. Смотрите, они только что были недовольны, а теперь все нормально. А эти... Так, ладно, давайте проверим вот здесь точно. На них легко понять. Они все сейчас недовольны. Вот, видите, они все такие, типа, угрюмые. Проверяем. Добавляем сюда троих этих ребят... Ребятушек. У них просто рот как-то странный скрипел. Вроде бы так они и не... Счастливы, но и вроде бы не слятся. Не знаю точно. Блин, что-то они постоянно прыгают. Это тоже немножко мешает понять, что происходит. Что вы делаете, блин? Так... Ну, сложно сказать, ребят, как именно это работает. Честно признаться, я не очень понимаю. Но четко понимаю, вот на тех слаймах это прям было идеально понятно, что, да, действительно, что-то они сделали. Я уж точно не знаю, что именно, но... Те стали более счастливые, на мой взгляд. Давайте, наверное, отправимся сейчас в лабораторию. Я хочу даже, наверное... Сейчас придумаю, как лучше сделать. Мне нужен, значит, плорт. Точнее, мне нужно тофу, в первую очередь. В первую очередь мне нужно тофу. Так, ну, только чтобы получить тофу, мне нужен плорт. Как раз я все правильно сказал. Берем немножечко плортиков. Хоть один, по-любому, мне даст тофу. Я не хочу бегать в тебре. Это слишком долго. Я хочу по-быстренькому тпшнуться сюда. По-быстренькому тпшнуться сюда. По-быстренькому сделать вот так вот. Кормим плорты, получаем... Нет, это не то. Дайте мне другую еду, плиз. Так, это что такое? Это курица. Это лимон, не то. Дайте другую. Пожалуйста. Да что ж ты будешь делать? Дайте мне другую еду, пожалуйста. Ну что это такое, блин? И они уже... Так, стоп, 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 стоп. А если я сюда сажаю эмпатичного слайма? И, допустим... Так, а как мне заставить его быть голодным? Если так... А если просто хранить нескольких слаймов голодными и приносить их сюда? Допустим, если мне нужно, чтобы слаймы опять начали что-то есть. Блин, сколько вопросов и сколько мало ответов. Это, наверное, самый непонятный из галактических слаймов. Очень сложно понять, как именно он работает. Давайте посадим их сюда. Мне в любом случае нужно получить тофу, поэтому я, наверное, лягу и посплю. Мы сюда сейчас вернемся. И я попробую еще раз. Так, давайте, наверное, еще день поспим. Возможно, что... Вот я сейчас попробую покормить их и попробую потом принести туда голодного, эмпатичного слайма. Возможно, в этой ситуации мне это каким-то образом поможет. Уж точно не знаю, как это может или нет. Потому что реально нифига не понятно, что происходит в этой ситуации. Но посмотрим. Так. Хорошо. Хорошо, хорошо. Они голодные? Возможно, даже ими проголодались за полтора дня. Нет, вроде бы ест. Хорошо. Так. Это... Бабл черри. Но это из мода, ребят. Кто не знает. Причем мод пока что недоработанный. Поэтому не так важно. Еще курица. Мой гад. Можно мне, пожалуйста? Оф. А те голодные? Нет. Те все еще довольные. Блин. А что такое? И кукодоба. Ну, офигеть, конечно. Очень круто. Спасибо большое. Но мне-то нужно совсем... Вот давайте проверим еще здесь. Блин. Вот мне прям интересно, как это работает. Но, к сожалению, не все так просто. Так. Ну, честь. Вот он довольный. Его не сожрут, кстати, я надеюсь. Автомата слаймы обычно довольно-таки агрессивные. Ладно, давайте пока я сгоняюсь за плортами. Даже, может быть, поспать еще лягу. Давайте, наверное, действительно лягу поспать. Возьму еще несколько плортов. Принесу туда. Надеюсь, что все-таки мои дорогие хронослаймы дадут мне именно то, что мне нужно. А именно то. И после этого мы с вами спокойненько отправимся, так сказать, тестить и делать ларга. Давайте сюрпиан. Давайте. Что там, кстати, здесь происходит? Ага. Ну, он вроде довольный. Не знаю, ребят. Сложно сказать. Сложно сказать, как именно это работает. Такое чувство, что как будто бы то ли то работает, то нет. Не всегда может быть работает. Или еще как-то сложно сказать. Пока реально я не вполне уверен. Так. Ну что, тофу будет или мне придется бежать? Что это такое? Ну, ребят. Ну, вот что это такое? Ну, вот где мое тофу? Я не понимаю. Ясно. Спасибо. Ладно. Тогда в таком случае я побегу в дебри. Принесу тофу. Буквально через секунду к вам вернусь. Ну, что ж. Вот, наконец-то, есть у меня плорт, который делает из обычного слайма ларгом. И давайте посмотрим на этого малыша. Сделаем его немножечко побольше. Да. Блин, это топово смотрится. Мне нравится. Вот эти гребешки у него. Это, конечно, это реально что-то необычное. Если честно, это выглядит реально очень-очень необычно. И мне это очень-очень сильно нравится. Потому что необычные дизайны для слаймов это то, чего не хватает определенно нам. В общем-то, в этой игре и, в частности, нашим модам, которые мы смотрим каждый раз. Так. Ну что, на самом деле, я более-менее доволен. Блин, конечно, у меня игра уже от модов конкретно подвисает. Я так вижу. Но ничего, ничего. Главное, что работает. Главное, что работает. Так. Ну что ж. Насколько я могу представить. Вот, кстати, опять недовольные слаймы мы видим. Да, вот. И оп-оп-оп-оп-оп. Они сразу же довольны. Видимо, работает это именно вот так вот. На голодных, возможно... Кстати, вот это они вроде бы недовольные считаются. Правильно? Да. И вот они сразу становятся вот такие. То есть они вроде бы как голодные, но довольные. Если я правильно понимаю, по крайней мере, это работает именно так. Забавно. Определенно забавно. Потому что это довольно интересный способ контролировать, так сказать, настроение наших дорогих слаймиков. Ну и, если я уж честно говорить, может быть, это не очень-то полезно. Но, по крайней мере, совершенно точно довольна. Давайте вернем на базу наших эмпати слаймов, наших эмоциональных слаймов. И уже совсем скоро я выпущу последнюю часть галактических слаймов. Ставь лайк, подписывайся на канал. Надеюсь, что ждешь этого финального видео. Ну а на данный момент все. Спасибо большое за просмотр. И до скорой встречи. Пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.